Всех привет! Продолжаем проходить FIFA 20 за Кубок Форста Сити. У нас впереди февраль. Игра по матче Сити со вторым местом по премьер-лиге. И при этом неизвестно, что сейчас будет на самом день. Может, перед этим у нас две недели есть. Может, у нас Кубок Англии будет? Нет, Кубок Англии у нас не произошел. Две недели мы просто прогуляли, можно сказать. И пресс-конференция. Но прежде пресс-конференция заходить, мы зайдем в разговор. Трение полностью остановилось. Ты вернешь постепенно. Что у нас по новостям? Другая команда хочет такое, другая команда хочет этого. И тут у у нас призовой фонд 208 109 фунтов дают за прохождение дальше Кубки Англии. А давайте зайдем календарь. Просто очень интересный календарь. Зайти и посмотреть, что у нас вообще тут творится. А где Кубок? А, вот. Астон Вилла у нас следующий соперник. Да, у нас получается один. Две игры. Один. 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 Ну, два, короче. Ёпта ему. А че мне на просто? Офигенно. Ну что, у нас в этой серии сегодня будет все еще одна игра, да? Одна игра получает, потому что у нас следующий будет после этой игры, просто, может, сейчас в Сити у нас будут Кубки Европы, господа. Мы уже отборочный этап, точнее, групповой этап прошли, теперь у нас выбивание, но при этом два матча будет. Такие дела. Ну что, давайте пойдем в пресс-конференцию, пообщаемся с, можно сказать, с прессой, а потом там уже будем выбирать состав. Так, Форта Сити проводит непобедимую серию. В пять матчей команда ни разу не проиграла. В матче против Матча Сити серия продолжится. Мы прекрасно обороняемся. Я не хочу уделять слишком большое внимание на следующий матч. Мне интересуют такосрочные перспективы Форта Сити. В прошлом матче вы одержали уверенную победу. Как вы думаете, это скажется? Короче, понятно. Команда великолепно играла, значение настроя трудно переоценить. Я всегда говорю, настрой является важным фактором подготовки любой спортивной команды. Мы не видим матч. Судя по последним матчам, вы полностью можете принадлежать на место Лиги Европы в следующем течение. Как вам сбрасывать обороты не намерены? У нас есть четкие цели, сбрасывать обороты мы не намерены. Все, благодаря позитивным настроям внутренней команды. Спасибо тебе вопрос за ташканцу. Вот так у нас заканчивается все самое интересное. Так. Ну все, переходим мы к составу. Даже не знаю, менять мне, блин, более лучшую команду или нет. Левый у нас готов играть. Это замечательно. Просто нападающего тоже можно поменять. Вот, цитрайник у нас опять упал. Ёб твою мать, цитрайник у нас падает прям быстро. Он уже, почти можно уже сказать, поменяет его. На днях уже можно сказать. Вот так. Ну что, таким составом поиграл. Ох, 90. Ёб твою мать. 90. Господа, первый наш игрок. Первый наш игрок в нашей истории Форта Сити. Игрок с 90 общего. Он может играть на левую и правом фланге, и центральной защитники. Вообще просто колоссальный игрок. А ты что, упал что ли у нас? И 82 был у него, я не помню. Это уже 85 стал. Изумительно, господа. Нет, растут, нет, и падают. Конечно, время свое берет. Ему 30 лет уже. Тебе 27. А ты моложе всех, 21, да? Ты у нас в вашей визе можешь играть. Я думаю, таким составом сыграем. Потому что у нас впереди кубок Европы. Надо составчик хотя бы какой-нибудь оставить. Себе. Погнали. Игра против матча Сити. Очень сильно соперников. Мы играем в себя дома. Загрузка, как всегда, долгая, да? Безет его никуда. Ох, бред, промах. Не, попал, нифига себе. Попал, нифига себе. Чуть-чуть не хватило. Ну что, переходим к матчу. Где бы вы ни были, мы рады вам на футболе. Привет. Для вас на комментаторских позициях сегодня, как всегда, Константин Генич и я, Георгий Черданцев. На ваших экранах английский футбол. Смотрим Премьер-лигу. Ждем начала. Совсем немного осталось. Спасибо, Георгий. У нас все почти готово к началу встречи. Я надеюсь, что футболисты настроены сегодня сыграть в открытый футбол. И хочется увидеть матч с большим количеством атак и забитых мячей. Понемногу начинает складываться ощущение, что в этом сезоне мы не узнаем победителя до самой последней игры. Для зрителя, не болеющего за какой-то определенный клуб, это в разы интереснее, чем наблюдать, как одна из команд всех выносит. Простите. И вот состав хозяин. Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. При необходимости из этой схемы можно перейти в более оборонительную 4-5-1. Или наоборот в атакующую 4-2-4. Ну что, посмотрим их составчик. Ну что, погнали, господа. Игра началась, смотрим. Вот так мы начинаем матч свой. Распособочка через нашу защиту. Даем пас вперед. Да, похвалил игроку общего 90. И при этом, блядь, пас он нелепо сделал. А вот это изумительный пас. Ёб твою мать, как воротарь затащил просто, а, этот удар, а. Сколько воротарю интересен лет? Он уже тоже стареет, уже, скорее всего. У нас... А замена его не особо развивается. И это гол. Отлично, они начали. На пятой минуте. И гол в этом, конечно, плане. А, чуметь, вот это быстро, вот это непонятный гол, блядь, был, а. Такой гол дорогого стоит, согласитесь. Но здесь, казалось бы, все просто. Подача с углового и точно удар головой. Вот это, блядь, ракурс, блядь, как такой, блядь, можно срезать такой угол, а. Просто повезло. Воротарь не был готов к этому, блядь. И упал при этом, а. Блядь, господа, это очень плохо. Мы пропускаем гол на четвертой минуте. А, ну, на пятой. Шестой гол у него на счету. Надо разыграться, господа, надо разыграться. Да, блядь, вы что творите-то, ё-моё, а? Чуть мяч не потеряли. А, он не играет. Нихуя, Мустафе уходит. Нихуя, вот это гол, блядь. Вот это гол, блядь, который тоже я не ожидал. Мустафе уходит из порта? Это последний сезон у него, что ли? Что-то пирожить такое слышу я. Очуметь. Вот это для меня шоком было, если он уходит из порта. Посмотрите, какой кросс предельно точный, зрячий, выложил, как на блюде. Или ошиблись, ну, программа. И правда, он уходит, значит, меня защитника надо покупать. Блядь, как он в игрока врезался, как этот мяч прошел сквозь всех, как это все произошло. Первый гол мы пропустили, тоже как-то странно. И тут гол забили, тоже как-то странно. Ну что, Мачай-Сити начинает у нас в среднем поле, 11-й гол он забивает. Блядь, он еще больше забивал, больше забивал. А у нас скоро уже конец сезона будет, очень скоро. Остается на самом деле не слишком много играть. Играть, ну, мы в финале Кубки Карабай, прошли дальше Кубок Англии. И у нас впереди еще две игры Кубок Европы, господа. У нас очень много матчей в этом сезоне. Мы стараемся во все фронтах сражаться, как возможно сразиться. Блядь, ну этот пас вообще ни о чем был, на самом деле. И тут они подбрасывают своего игрока. Блядь, опас момент, я так и думаю, что это он будет здесь. Фу, пронесло, как нам повезло, просто повезло, господа. Беги, давай, брять, еб твою мать, аж так вот откроешься, но так не открылся до конца. Прямо, Мачай-Сити офигенно атакует, на самом деле, скажу, прям как масло ножом фигачит. Ну тут у нас угловой, защитник справляется с ним ударом. От чумена просто. Разыграть угловой решили через паспорт. Ну что, у нас опас момент, давай. Что будешь думать-то? Не получается у нас ничего. Мяч пойдет. Джо Гомес. И как он дальше мячом распорядится. И бьет он. Опас момент. Кабар спасает, но эпизод еще не окончен. Да еб твою мать, врезался прямо в игрока, а. Мачай-Сити просто нам не дает ничего сделать. Опас момент, опас момент. Еб твою мать, что было-то? Опасно было. О, какой хороший пас. Какой хороший пас был, а. Ну тут, блядь, мы делаем... Гольчик с головы. Вот это гол как гол, да. Гол забитый головой, конечно, не редкостью, но всегда смотрится как-то по-особенному. Вот это мы раскрыли оборону Мача-Сити сейчас. Но Мач на этом не закончится, это только начало. Потому что они атакуют неплохо. Такие кроссы он исполняет просто как семечки щелкает. И думаю, что это точно не последний. Вот смотрите, поймал момент, пробил, и вратарь там, конечно, ничего уже сделать не мог. Георгий, ну у меня другой вопрос. Где были защитники-то, а? Почему они позволили пробить со второго этажа? Счет 2-1. Экзекиэль Паласиус. Ну что ты будешь делать-то с ними, а? С этими расспасовками дурацками, блин, а? Ну давай-давай, беги-беги, блин. Не хватает мощности игрока. Пока Мача-Сити нас атакует, то пока прижимает нам воротом. Да ёб твою мать, ты вот нихуя ухватил он. Как он ухватил-то за мяч? Ну что такое? Ну что такое? Да, блядь, ну как тут можно так было сделать, я не знаю. Вот там два игрока было на офсайде. Там никак не крути бы в любом случае из этих двух игроков. Блядь. Мача-Сити уже поджимает. Блядь, ну куда ты? Ну ладно, окей, я согласен. Блядь, на вес не получается. Мяч уходит, не уходит в аут. Мяч сохраняется в Мача-Сити. Идет 31-я минута матча уже. Первый тайм у нас это 2-1. Любой момент может забитый гол. Любой момент Мача-Сити просто не сдается. Просто молодцы они. Блядь, опасный момент только у нас ворот. Да, и стоит все-таки отметить действия команды в обороне. Они помешали пробить точно. Вот это удар как удар был, а. Ну продолжаем дальше матч. Луис Абрам. Нет, опасно было, очень опасно было такой пас давать. Не получилось у них мяч удержать. Мяч отнимает. Обратно мяч. Блядь, опять мяч. Почти не потеряли. Хороший пас, хороший пас. Да блядь, слишком близко в ртарю. Слишком близко в ртарю было. Из-за этого такая ошибка, что мы не смогли ничего сделать. И мяч у нас остается. Мяч у нас. Мы перекладываем мяч. Но пока они прожимают нас. Прожимают. Хороший пас по флангу. Даем пас. И тут, блядь, он делает хитрик, да? Или нет? Что было-то вообще? Офсет. Блядь, офсет. Хотя бы хитрик был бы очень супер. На 40-й минуте было прям изумительно. Буковой арбитр отработал выше всяких похвал. Не с каждого повтора увидишь, что это офсайт, а он и без повтора справился. Удар отворот. Удар отворот. Можно так сказать, там что-то разницы-то никакого почти не имеется. Мяч у нас. Мяч у нас. Так, мяч у нас снова. Опас момент. Опас момент. Воротарь затаскивает этот удар. Если не воротарь, я даже не знаю, что надо было делать дальше. Молодцы. Молодцы, ну просто. Вот это он отбил мяч. Ну ладно, продолжаем дальше. У нас опасный момент. Опас момент. Три очка. Просто замечательно будет заработать в этом матче. Просто супер. В этой атаке и потеряли мяч. О, какой опасный момент. О, какой опасный момент для нас, чтобы забить гол. Ничего у нас не получается. Четыре минуты добавляют дополнительные времени, которые скоро будут истощены у нас угловой. Да, блядь, принял нахуй, а нахуй я принял. Фигу знает, блядь. Так, мяч у нас. Все, свисток, господа. Первый таймлайн показывает нашу пользу. 2-1. Да, вот этот гол как гол. Офигеть просто. Ну что, мы дальше продолжаем матч. Начинаем с... Ну, точнее, не мы, а матч в Сити начинает с среднем поле. Догоняющие команды 45 минут есть у них на то, чтобы исправить положение. А, не успевает наш игрок за мячом. А то сейчас переклад. Еще один пас хороший. Есть на фланге пространство. Играет в пас команда. Это, блядь, супер наш игрок. Тут может что-то получиться. И он забивает гол. Вот это хит-трик. Это, между прочим, третий гол. Он оформляет хит-трик. Офигеть просто. Вот это гол. Вот это мы начало второго тайма, блядь. Закрепали им авторитетик. Сбавлять обороны нельзя. Это матч в Сити, господа. Может чего угодно быть. Да, и это уже хит-трик. Стадион просто с ума сходит. Да, не говорите даже. У нас есть возможность посмотреть на этот гол с другого ракурса. Поздравляем тебя с тринадцатым голом уже. Ё-моё, господа, тринадцатый гол у него. Убилей. А здесь, если в конце сезона наберешь опять обороты, есть куда бежать. И, может, даже будешь бороться за кучи грабадирных на этом ряду будет. Но все равно же посмотреть, что ведь это выйдет. Так что у нас вот продолжается навес. Мяч не пропускаем. Ну, тут вперед слишком опасно так давать назад. Да, вот видите, 18 февраля у нас будет игра. Кубки Европы. Вижу по флангу, но я хочу по центру дать. Блядь, братар Мочина у них справляется с этим ударом. Выбежал, не успел наш игрок. Уууу, блядь, ну тут. Блядь, не проходит нас пас. Не проходит, это точно опасный перехват. Мочина, просто перехват. По флангу вижу. Да блядь, ну как, какая штанга-то, а? Задуматься о том, как бы в свои ворота не пропустить. А чуми, штанга проклятая. Проклятая штанга нам не дала ничего. Понятное дело, мяч у нас уходит в вау. Так, у них замена, господа. Мы тоже нажимаем и посмотрим, у кого можно заменить. Давайте попробуем так сделать все-таки. У нас лево-право фланг, можешь играть. Ну, ты тоже лево-право фланг. Можно вот так сделать. Вот так вот. Посмотрим, что из этого выйдет. Фланги мы меняем. Фланги мы меняем. Так что это тактическая замена абсолютно обратно. У нас тоже замена происходит. У нас замена. Слышите, болельщики явно оценили действия этого игрока. Еще бы, он действительно сегодня сыграл очень ярко. Думаю, это главный претендент на звание лучшего игрока-мача. Снова хороший пас. Да, блядь. Да, еб твою мать. Мяч уходит в аут. Мяч уходит в аут. Очень жалко. Ну что, господа, а мы продолжаем наш матч. А пас моменту, поворот. Точности этому удару не хватило. Да, мяч прошел совсем рядом со штангой. Хороший удар на исполнение, но чуть-чуть неточный. А мы продолжаем наш твой матч. Распасовочку по всем. Еще один пас. И вперед он идет. Играют они в пас. Снова хороший пас. Да, блядь. Ну куда такой пас давать, а? Команда продвигалась к воротам соперника, но в результате потери мяча. Игра в пас. Одна из его сильных сторон. Точный пас. Он сегодня почти не ошибается. И будет аут. Ну что, мяч уходит в аут. Идет 70-ая минута уже. Замена у Манчестер-Сити. Замена проводит у Манчестер-Сити. Замена у Манчестер-Сити. Бля, нихуя тут, блядь. Не смогли они мяч удержать. Вот это пас через себя заебись был. Красиво. А пас в момент у наших ворот. Опять удар по воротам. Мы справляемся. Ну, выбивая мяч, выбивая мяч. Это лучше, чем ничего. Блядь, какой пас. Какой пас, господа. Да, блядь, ну как так можно-то, блядь? Ну как вратарь так, блядь? А какой удар-то здесь должен быть нормально, а? Я вот не понял, нифига. Как так можно было сделать, а? Без понятия. Так, продолжаем дальше матч. Интересно, куда дальше мяч пойдет? Блядь. Иду теряем. Не, мяч мы перекладываем обратно. И что дальше тут будет? Свою ошибку он отыграл обратно. Играет в пас команда. Да, заебистая пяточка хотела. Заебистая пяточка захотела, блядь, дать пас, а? Бернардо Сильва. Это желтая каточка очень замечательная. И тут теперь мяч доходит до игрока. Опасный момент. Опасный момент около наших ворот. Ну, наш защитник справляется. И покидает мяч штрафной. Вижу, по флангу у нас атакуют. После последних 10 минут игры. Да, тот фланг чертуныки слишком слабый. Не тому, не тому, не тому. Я не так хотел дать пас назад, по центру. Но это слишком жестоко, на самом деле. Скажу вам честно, но вратарь должен забрать мяч. Вратарь выходит и свободно забирает мяч. Мне будет временам нравится, как они бегут. Все пошло не так для них сегодня. Проигрывают с катастрофическим счетом сейчас. Не ошибусь, если скажу, что Манчестер-Сити этот матч провалил. Как бы ни заку... Маме, забивай! Да, блядь! И 11-метровый, господа! 11-й метровый! Ай-яй-яй! Вот это матч как матч! 11-й метровый! Очуметь! Ну как было в такой ситуации не зафиксировать фолк? Очень опасный подкат! Вот это просто событие, которое даже я не ожидал. В конце матча еще 11-метровый, господа. Вот это просто матч из Сити. Все они не в духе, нихуя. И мы спокойно сбиваем гол. Спокойно сбиваем гол. Это просто супер. А Честер-Сити был сегодня уничтожен. Молодец! Хорошо сделал свою работу. Мы еще раз смотрим удар с пенальти. У нас есть возможность посмотреть на этот гол с другого ракурса. Второй гол ты забиваешь. Ну что же, они полностью заслужили сегодняшнюю победу. Да, против матча Сити мы побеждаем спокойно. Как только начало, 4 минуты, на 5-й минуте они нам забивают гол. Такой странный, на самом деле, скажу честно. Матиас Сарача. Угру вам просто нереально пошли. Пас на фланг. Я думаю, все, матч из Сити нас выиграет в этом матче. Нет. Мы побеждаем их полностью. Они за это время уже не смогут. Дай бог забить гол им. А вот победить уже не смогут. Даже ничего сделать не могут, а пас момент. Вратарь сбивает мяч. А мы вбиваем вперед их. Этот мяч не будем заморачиваться. Пускай даже на борьбу. Джошуа Кимми. Неплохо он с мячом идет вперед. Навесом в штрафную можно сыграть. Мяч оставляем себе. Замечательный мяч вперед. Да, блядь, не успевает наш игрок. И свисток, господа. Все, мы 3-4-1. Хотел сказать 3-0. Побеждаем в этом матче. Это просто изумительно. Это просто изумительно. Поздравляем тебя. 4-4 удара, 3-0 гола. Решили Карл Ким Пассом разыграть. Да, этот гол как гол. Офигенный гол. Не спорю об этом. Так, это мы все прекрасно видели. Общие сведения у нас какие? 4-1 по голам. Ударов 11-10. Ударов 7-7. Вадим еще 50%. Помнишь от 36. Внушение 0-2. Влюбленных 0-1. Офсад 1-1. Уголы 1-3. Точно, удачу 63-7. Вадим тоже пас 8-8-8-8. Значит, мы на равных с ними играли. Но при этом нам больше повезло. И мы больше забили голов. Вот и вся суть этого матча. Так, находились в прекрасной форме. Насколько вы довольны его сегодняшней игрой. Все комплименты заслужены. Фантастический игрок. Все комплименты его адреса абсолютно заслужены. Надеюсь, он продолжит восхищать своей игрой. Волки оформил хитрик. Шоу с каждого игре. Что можно сказать его игре вреда? Я доволен. Хорош. Он отыграл. Волки пример для всей команды. Игрок такого таланта уровня амбиции и дисциплины встречается крайне редко. Поздравляю. Сегодня игра продлила вашу победную серию. Насколько она все еще мы заслуга игроков. Мне очень повезло. Я работаю с таким талантом игроками. Это полностью их заслуга. Мы хорошо поднимаемся, господа. Так, это у нас следующая игра. Так, развитие игроков. Это же игроков. Качаем. Потом уже следующая будет. Уже серия, если не забудут. Других уже надо. У нас получает центральный полузащитник. Повышение 73. И что я хотел еще? Я хотел зайти сюда. Таблицу. Посмотреть, конечно, Лигу Европу. А посмотреть Премьер Лигу. Нифига себе, господа. Ну, это потому, что Лестер Сити не отыграл свой матч. Мы находимся на четвертом месте. Но это то, что я говорю, матч из Лестер Сити еще не отыграл свой матч. Офигеть. Мы отрывок от шестого места сделали хоть какой-нибудь, но он есть. Это просто замечательно. Два шестой тур идет уже остается до конца сезона 12 матчей у нас. 12 матчей, господа. И это все еще впереди у нас. Может, даже, может быть, в четверку в луч команд попадем в этом сезоне. А может быть, нет. Это все зависит от нас в будущем. Ну что, господа. На этом ночь мы остановимся. Увидимся в следующей серии и в итоге прохождения. Всего удачи вам и пока.